Друзья, всем привет! С вами Константин Грабунов. И сегодня в этой очередной болтовне я хочу с вами поговорить о двух видах бизнеса, точнее его ведения. Потому что многие ребята как-то странно воспринимают бизнес, потому что не понимают, наверное, какие-то первостепенные основы. Давайте именно сегодня о них поговорим. А видео называется у нас «Быстрые деньги и долгие деньги» или «Быстрый бизнес и долгий бизнес». Можете называть их как угодно. Смысл основной. Для того, чтобы заработать денег, нужно несколько вещей. Первое. Как в любом случае, вам понадобятся деньги. Маленькие, большие, но в любом случае они вам понадобятся, от этого никуда не деться. Ну, наверное. Возможно, в некоторых случаях они не нужны, чтобы делать какие-то определенные виды бизнеса. Второй очень важный момент, без которого никуда – это время. Если у вас времени нет, вы не можете делать бизнес. Все очень просто. Причем, чем меньше вы тратите денег, тем больше нужно тратить времени. Своего, чужого, неважно. Это, в принципе, основные вещи. Все остальное, например, сотрудники, клиенты, еще что-то. Они все, в принципе, привязаны к деньгам и ко времени. Другого варианта нет. Какие услуги взять, какой вообще бизнес открыть, какие... Что проще, например, там, не знаю, продавать, открыть собственное производство или работать с кем-то. В принципе, это не важно. Важно вам понимать, что если у вас нет денег, например, равно нулю, то тогда вам придется вложить очень большое количество, бесконечность времени. Либо наоборот, если у вас довольно много денег, то вам нужно вложить минимум времени. Может быть, не ноль, но все-таки. Даже при условии, что, ну, самый простой, например, какой-нибудь бизнес, вы нашли одного человека, которому нужно что-то, и нашли другого человека, или просто знаете человека, у которого это есть. И вы можете на разнице сыграть. Например, у одного купить подешевле и продать подороже. Вам все равно в любом случае понадобится время, потому что вам нужно будет найти этого человека. И первого, и второго. А во-вторых, деньги, чтобы, например, купить. Хотя можно, конечно, их перезанять, но тогда хорошо, не вопрос, все равно нужно время. Все больше и больше времени. Теперь давайте разделим. Вот так вот нарисую. Разделим нашу табличку на долгие деньги и быстрые деньги. Я буду рисовать не синим, я, пожалуй, буду рисовать красным, чтобы было ярче. Но от этого смысл вообще не меняется. Итак, быстрые деньги. Чем они характеризуются? Тем, что вам нужно потратить минимум времени. t равно минимум. Что значит минимум? Минимум – это значит, что вы в течение, например, двух-трех месяцев можете выйти на какой-то доход. Ну, например, там от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Долгие деньги – это т-минимум 3 месяца, назовем их минимум. Это максимум. Здесь можно выходить на доход в намного больший. Давайте я отсюда доход сотру, потому что доход будет у нас следующий. Да, просто назову 3 месяца. Т-максимум характеризуется у нас долгими деньгами. Например, это может быть 1 год, 2 года, 3 года. Что-то все скрипит, но не суть. Деньги. Быстрые деньги, они характеризуются обычно, если это именно брать деньги, то от, ну, это может быть и от 50 тысяч, 20 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. В зависимости от того, какие вы молодцы. Умеете ли вы быстро находить себе клиентов, можете ли вы найти, куда сбыть, ну и так далее, так далее. Насколько хорошо у вас работает, возможно, голова еще, при этом, при всем. Давайте попробуем еще зеленым нарисовать. И здесь деньги характеризуются, причем зачастую теми же самыми деньгами, но они идут уже на пассиве. Сейчас объясню. Те же самые от 50, допустим, до пусть будет 3 миллионов. Дальше смысл разговаривать сегодня незачем. Теперь поговорим о самом главном. О усилиях. Ф. Пусть будет сила. Сколько нужно потратить усилий, чтобы заработать быстрые деньги и долгие деньги? В принципе, чтобы заработать долгие деньги, вам нужно по чуть-чуть вкладывать очень, ну, продолжительное время. Я сейчас примеры приведу, и вы поймете, о чем я говорю. Но, в принципе, вы вкладываете минимум усилий. В основном вы вкладываете, ну, вы, например, пытаетесь открыть, даже если производство. По факту вы, конечно же, ищите себе бригадиров, прочее, прочее, прочее. Вы, конечно, вкладываете очень много усилий, но это растянуто на какое-то лет. На какое-то количество лет. Например, если вы хотите открыть производство. Либо вы его покупаете готовым. Поэтому усилия зачастую минимальные. Ну, значит, нужно взять какие-то деньги. А для того, чтобы заработать быстрые деньги, вам нужно вложить максимальное усилие. Потому что у вас всего, например, 3 месяца, 2 месяца, 1 месяц или того 10 минут, чтобы, опять же, просто перекинуться. Поэтому быстрые деньги очень сильно вас съедают со стороны усилий. То есть, вам нужно реально стараться работать, но при этом вы зарабатываете, вы вертитесь. То есть, постоянно у вас здесь круговорот получается. Вы постоянно все время за какой-то промежуток времени вкладываете деньги его, вы их вынимаете, вкладываете деньги, вынимаете. Здесь вы их вложили, вытащили. При этом здесь можно получать дивиденды в те же самые 3 месяца, в 1 месяц, в 50 секунд, в минуту, в 2 минуты. Здесь вы дивиденды получаете, например, раз в полгода. Такое тоже бывает. Естественно, вроде как, долгие деньги – это хорошо, потому что, по факту, больше пассивный доход. Вы, ну, полупассивный, не бывает совсем пассивных доходов, это все мифы в основном. Но здесь вы работаете по минимуму. То есть, если вы когда-нибудь видели директоров крупных заводов или владельцев крупных заводов, они, в принципе, по минимуму работают, работают у них работники, они сидят, улыбаются. Ну, они вообще просто улыбчивые такие ребята, спокойные и вальяжные. Потому что, ну, может быть, стоит открыть бизнес, хотя зачем, и этот приносит мне миллион. С ребятами с быстрыми деньгами такого не бывает, естественно. Они постоянно крутятся, крутятся, крутятся. Это те же самые, кстати, лендинг-пейджи, маркетинговое агентство, ваши любимые. В том числе и ребят, которые работают за процент от сделки. Потому что, чтобы сделать, например, тот же самый миллион человеку с долгими деньгами, нужно сделать, например, три сделки, а этим нужно сделать, например, 12 сделок. И, естественно, так как этому нужно только три сделки, ребятам с быстрыми деньгами и с процентами от сделки нужно около трех-четырех, ну, в нашем случае четырех человек, кому нужно будет раздавать как минимум эти сделки. Ну и в том числе, например, искать клиентов, как вы понимаете, тоже зачастую бывает геморрой. Итак, теперь давайте сделаем какой-то предварительный итог. И нарисуем примерные описания о том, о чем я говорю, потому что многие сейчас не понимают. На начальном этапе я всегда рекомендую попробовать быстрые деньги. Почему они быстрые? Чем они вообще характеризуются? Тем, что, например, вам не нужно открывать свое производство. Ну, то есть, это крестик, да? Не нужно производство. Второе. У вас нет сейчас, например, имени или связей. Они, конечно, нужны, но, в принципе, чтобы сделать быстрые деньги, это одна из целей, конечно же, развивать, развить связи. Для того, чтобы можно было быстро прокинуть рекламу, для того, чтобы можно было один товар быстро передвинуть в другое место, ну и так далее. Связи в любом случае будут нужны. Итак, давайте уже галочку поставим. Но на начальном этапе у вас зачастую их нет, конечно же. Третье. В обязательном порядке вам понадобятся, ну, какие-то минимальные деньги, но на рекламу. То есть, здесь нужна массовая реклама. И, в принципе, вы все, что делаете, это занимаетесь массовой рекламой. Причем, я знаю прекрасно ребят, которые, ну, действительно, хорошие и интересные бизнесмены. Они умудряются массовую рекламу запускать действительно за гроши, потому что никто не отменял авито, никто не отменял какие-то бесплатные возможности прорекламироваться и так далее. Всегда есть такая возможность. Все зависит от вашей наглости, скорее всего. Долгие деньги – это то, что зачастую необходимо. Либо производство, либо какой-то оборот. Еще, кстати, я совсем забыл, что здесь не нужен оборот. Это очень важно, так как у многих просто сейчас нет денег для того, чтобы, например, вкинуть 3 миллиона рублей. Либо нет опыта. Кстати, это еще один очень большой плюс. Нет опыта. Вы, например, можете потренироваться на, как говорится, на котятах. Вы можете взять, пригонять трафик какому-то другому человеку, пусть он получает большие деньги. Да, вы здесь получаете, например, 20%, 10%. Человеку вы приносите 80%. Но очень важный момент, что вы просто получаете опыт. Как только вы понимаете, что у вас достаточно опыта, чтобы открыться самому, и денег, и оборотки, вы начинаете играть в долгие деньги. То есть у вас идут долгие дивиденды. Так как у них есть оборотка, собственно, естественно, дивиденды они получают с большим опозданием. Но, кстати, в зависимости от связи. Ну, естественно, связи у них есть, но они здесь уже не нужны. Массовая реклама, так как у них есть оборотка, им нужны, в принципе, люди с быстрыми деньгами. Возможно, это связи, возможно, это массовая реклама, но она постольку-поскольку, как вы понимаете. Конечно же, у них есть оборот. Ну, я сюда его отдельно припишу. И у них, конечно же, есть опыт. Это, кстати, в том числе какие-нибудь выкупы. Вспомните 2014 год, где люди с ума сходили на всяких аукционах и так далее. Все это нужно для долгих денег. И, кстати, зачастую здесь реально денег меньше, чем в быстрых деньгах. В принципе, вся Москва построена на быстрых деньгах. Здесь, я думаю, никто спорить не будет, поэтому у нас здесь все так и бегают, и прыгают. Долгие деньги – это как раз работа над именем, какой-то брендинг и так далее. Быстрые деньги – это Яндекс.Директ, Google AdWords, наш любимый, лендинг-пейдж. И пошли продажи уже первые. В принципе, вот смысл этих быстрых денег. Также хочу заметить, что быстрые деньги, ну, вообще, например, долгие деньги. Есть ребята, которые, например, пытаются сделать каких-нибудь, знаете, в IT-сфере, например, какие-нибудь сервисы. Ну, первая их ошибка, например, что у них нет опыта, и они пытаются залезть в долгие деньги. Например, какой-нибудь сервис, чтобы сделать, нужен, естественно, оборот. Ну, все равно деньги нужны. Во-вторых, нужен опыт. У них нет опыта, у них нет оборота. У них, естественно, ну, вообще, со стороны, например, производственников. Ну, производство, это, как вы понимаете, может быть и такое производство. Например, даже IT-продукция, это программисты и прочее. У них тоже с этим все очень хреново. И они начинают играть в долгую. То есть, они вкладывают деньги, там, 3 миллиона, 4 миллиона, 5 миллионов. Потом, естественно, сидят на жопе, потому что у них просто тупо нет денег. Это, естественно, неправильно. Сначала нужно набраться опыта. Нужно набраться денег. Нужно, желательно, набраться массовую рекламу и развить связи. Здесь есть как раз проблемы для ребят, у которых, которые пытаются, уже, например, у них есть производство, и у них беда с тем, что они не знают, как зарабатывать быстрые деньги. Потому что, например, у них есть оборот, у них есть опыт, но у них нет рекламы. Это тоже очень частая болезнь ребят. Это, кстати, в том числе и айтишник, потому что айтишники – это ребята, у которых действительно нет связей, и они не умеют запускать массовую рекламу. Потому что, ну, просто не умеют. Ну, бывает такое. И причем это можно прямо вот так показывать. А какие-нибудь айти-проекты очень часто загинаются именно из-за того, что у них проблема с массовой рекламой и плохо развитые связи. Вот, в принципе, основная табличка, в чем смысл сегодняшнего видео и зачем я это говорил. Ребята, если у вас нет денег, если у вас нет опыта, то занимайтесь только быстрыми деньгами. Да, вы зарабатываете не такие деньги, как в долгих деньгах, но вы их зарабатываете быстро. Все, что связано с циклом сделки. Ну, давайте вот сейчас я как раз самое главное покажу. Все, что связано с вашим… Первое – средним чеком. Средний чек еще желательно, чтобы чек вашего товара был тоже довольно-таки высок, потому что есть ребята, которые пытаются продать ширпотреб, чтобы продать, ну, например, там, по 500 рублей 10 тысяч раз, нужно вложить в рекламу как минимум 10 тысяч раз что-то. Ну, то есть, вы понимаете, если брать контекстную рекламу, чтобы человек платил за переходы, то есть, это получается очень дорого на начальном этапе, когда у вас нет денег. Проще брать товары со средним чеком довольно-таки приличным, например, там, от 10 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, вот такие. Можно, естественно, и больше брать. Дальше. Время исполнения. Даже не то, что товар. Тут может быть и товар, и услуга, то есть, в зависимости от и то, и другое, и то, и другое. Время исполнения. Здесь очень важно, чтобы вы получали деньги. Тут не забывайте, есть еще такая вещь, как предоплата. Буду рисовать красным или синим, потому что не видно зеленого, ничего. Еще раз нарисую. Время исполнения. Время исполнения важно, чтобы было, ну, до двух недель. Это, наверное, самое большое, что вот может быть. Если у вас, я здесь еще раз напишу, 100-150, чтобы было видно, средний чек, время исполнения. Если вы на время исполнения тратите больше, чем две недели, то получается следующее. У вас, естественно, постоянный цикл. То есть, вы пытаетесь вложить деньги, вы вкладываете деньги в рекламу и ждете какой-то промежуток времени до того момента, пока деньги вернутся к вам. Ну, естественно, там, 3 икса, да, или так далее. И уже потом эти деньги вкладываете обратно, ну, то есть, прокручиваете их. Если этот промежуток времени очень большой, то вы не сможете делать это быстро. Вы, получается, делаете это очень медленно. Вы вкладываете вот сейчас, например, один раз. Потом вы вложили второй раз. А те деньги, они еще до сих пор идут. То есть, у вас денег нет. И получается, что вы морозите, например, уже не вот такие деньги, а уже там 10 икс морозите. Такие есть ребята, которые умудряются, например, вливать вместо, ну, какие-то есть ниши, в которых можно влить, например, 100-300 тысяч рублей. И при этом эти деньги заморозить. Это, естественно, не очень хорошо. Лучше выбирать такие ниши, где, да, эти деньги обратно вернутся в виде, например, там, миллиона рублей. Ну, это все хорошо, замечательно. Но на начальном этапе обязательно деньги должны обратно возвращаться. Если вы их не чувствуете особенно, которые деньги возвращаются вот сюда, вот этот очень важный момент, когда вы можете их вложить обратно в рекламу, скорее всего, вы будете думать, что бизнес – это такая не очень интересная структура, и лучше туда вообще не лезть и так далее. Очень много людей действительно на этом обжигается. Также еще надо понимать, что вы зарабатываете какую-то часть. Если вы работаете, например, с кем-то, с производственником, ну, и это не ваш папа и мама, или какой-нибудь родственник, а все-таки какой-то, ну, сторонний человек, то, скорее всего, вы получаете какой-то процент только от сделки. Естественно, старайтесь получать процент, опять же, не более чем на две недели, обусловливая, обусловливая тем, что в любом случае вы будете клиентов постоянно приводить. А уж там они пусть сами разгребаются, там, сколько смогут построить домов, продать квартир, там, и так далее, и так далее, пусть сами разбираются. Но обычно очень долгое время исполнение, это, кстати, и свадьбы, если они там куда-то что-то переносятся, ну, и прочее. И еще очень важный момент, когда вы людям приносите, например, себе вы приносите 10% от всей суммы, вам надо понимать, что, например, свадьба под ключ стоит миллион рублей. Вы с нее получаете 10%. 10% это у нас, ну, получается, 100 тысяч. Это ваш дивиденд. Вы получаете эти деньги или какую-то их часть, ну, например, там, не знаю, 20 тысяч рублей сразу, и вкладываете эти деньги в рекламу. В любом случае, только так. Если нет, то, ну, как бы, получается геморроя. Во-вторых, чтобы привлечь одного клиента на миллион, можно потратить даже до 30 тысяч рублей. Нужно это понимать. То есть, это свадьба на миллион, у нее маржинальность чуть ли не 500-600 тысяч рублей общая. И, естественно, некоторые люди готовы до 30 тысяч рублей платить за рекламу. Это значит, если мы вычтем, например, из 100 тысяч 30 тысяч, вы будете автоматически получать уже 70 тысяч рублей. Эти 30 тысяч надо исправить на 30, понятное дело, и получать их сразу хотя бы, чтобы выходить как минимум в ноль, чтобы эти деньги постоянно у вас, которые вы вложили, например, 30 тысяч рублей в контекстную рекламу, там, лендинг и прочее, чтобы можно было их вложить сразу, чтобы искать второго клиента. Если так не делать, то ваш бизнес получается полным говном. Вы морозитесь, сидите и ждете, когда, наконец-то, у человека там созреет клиент и получит деньги. В общем, получается очень большая какашка. С товарами, естественно, проще, потому что они просто доставляются. Поэтому можно брать товары дорогие от десятки до 150 тысяч, потому что, кстати, они и с Алиэкспресса с трудом доставляются некоторые. Ну, скажем так, многие боятся покупать товары дороже 10 тысяч на Алиэкспрессе, на eBay и так далее. Хотя они и защищены, но все равно. Тем не менее, вот такие основные вещи, аспект, который вы должны понимать и знать о долгих и быстрых деньгах. Если говорить про, давайте, долгие и быстрые деньги, чисто примеры. Долгие деньги, быстрые деньги. Любое производство, если вы его открываете, то это долгие деньги. Быстрые деньги – это реклама. Реклама любого и производства, и чего угодно. То есть, получается, мое маркетинговое агентство – это быстрые деньги. Долгие деньги. Долгие деньги – это какие-то IT-разработки. Как только вы начинаете разрабатывать что-то в IT, вы уходите очень далеко, глубоко, и, ну, очень нескоро вы выйдете в плюс. Возможно, вообще никогда, если у вас до этого опыта не было, особенно если нет денег. Быстрые деньги в, ну, дополнительно, да, это реклама, да, у нас также, ну, те же самые сайты, да, ну, любые вот эти вот все вещи, которые сайты лендинг-пейджи, реклама, в принципе, любая, опять же, которая интернет-реклама, которую можно делать. Если брать со стороны быстрых денег еще, быстрые деньги – это купи-продай. Ну, купи-продай дорогие вещи, потому что, если вы будете продавать дешевые вещи, здесь как раз дешевые вещи, то вам их необходимо продавать, например, 100 штук, чтобы выйти на тот же доход, что у человека продает, например, одну дорогую вещь. Вот, ну, тот же самый купи-продай. Услуги. То же самое, услуги. Есть услуги, ребята некоторые пытаются открывать свои бригады, искать, ну, например, там, по ландшафтному дизайну строительства, ну, можно назвать бригаду, наверное, и ребят, которые занимаются, там, продоведением свадеб под ключ. Все это довольно долго и мучительно. Да, у вас есть имя, ну, вы стараетесь над ним работать, у вас есть оборот. Это очень хорошо. Кстати, многие люди умудряются оборот иногда просирать в некоторых случаях. Со стороны, опять же, быстрых денег, это привод клиентов таким людям. Но зачастую реально быстрые деньги именно в этом и заключаются. Либо это быстрые сделки, когда вы знаете, опять же, быстро можете найти человека. Да, вы получаете, возможно, меньший процент, только процент. А они получают, например, почти все. Но при этом, при всем, вы можете таких сделок делать большое количество. При этом вы набираете огромное, огромное количество опыта, нежели чем ребят, которые занимаются долгим бизнесом, играют в долгую. Поэтому рекомендую всегда начинать именно с быстрых денег. Если у вас получается быстро, то вы будете иметь первый миллион. А уже когда вы будете иметь первый миллион, ну, либо вы вложите его в долгие деньги. Ну, скорее всего, так и будет, так многие делают, и это хорошо и правильно. Либо вы продолжите играть по-быстрому. Но начинать нужно именно с быстрых денег. Потому что долгие деньги, ну, не для России, серьезно. Потому что у нас каждый месяц что-то меняется в стране. Плюс долгие деньги, это еще может быть сезон. А в быстрых деньгах вы перекинулись на другую нишу, и все замечательно, все у вас чики-пуки. В долгих деньгах, естественно, вот такая вот груз случается. Но в любом случае, рано или поздно, вы дойдете и до долгих денег. Когда вы захотите получать не процент, а все деньги. Вот тогда будут, конечно же, и долгие деньги. Где будет большой оборот, большие деньги. Вы будете радоваться, потому что будете ходить вносить в Яндекс.Директ уже не свои, там, 50 тысяч рублей, а 600 тысяч рублей. Это будет круто. Вот такие основные вещи, аспекты. Хотелось с вами поделиться. Надеюсь, вы тоже чем-нибудь поделитесь интересным в комментариях. Сдадите какие-то вопросы, поставите лайки этому видео. На этом все. С вами был Константин Горбунов. Всем удачи и пока.